Заседание открыл и провел губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Глава региона рассказал о трагедиях с детьми, которые случились на каникулах. В обстоятельствах сейчас разбираются следственные органы. 5 января на улице Локомотивной в Ульяновске 8-летний ребенок провалился в канализационный люк. Полученные дамы оказались несовместимыми с жизнью. 6 января также в Ульяновске на улице Промышленный 10-летний мальчик выпал из окна пятого этажа. К счастью, он выжил, однако получил серьезные травмы. Сейчас за его жизнь борются врачи. Среди других происшествий каникул 55 пожаров, в которых пострадали 11 человек и погибли 8 жителей региона. В связи с происшедшими инцидентами считаю, что необходимо усилить информационно-разъяснительную работу жителями области на тему соблюдения правил пожарной безопасности в зимнее время. В период новогодних и рождественских праздников в Ульяновской области не обошлось без внештатных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Большинство инцидентов были связаны с аномальными холодами. Все предприятия ЖКХ и энергетического комплекса работали в режиме повышенной готовности. Круглосуточно дежурили, устраняли последствия аварий и проводили ремонт. Данная ситуация говорит нам еще раз о том, какие есть болевые точки. И ремонтную компанию этого года требует от нас максимально усилия сосредоточить на проведении ремонта именно на тех объектах, которые показали вот эту слабину. С 1 января 2023 года в России появилось единое пособие, которое объединило несколько выплат, назначавшихся в прошлые годы матерям с детьми. На данный момент подано около 8 тысяч заявлений от граждан на получение этого пособия. С 28 декабря открыты портальные формы на едином портале государственных услуг для возможности подачи заявлений. Регламенты и критерии предоставления выплаты, они идентичны тем, которые были вшиты в 3,7 и 8,16. Это и имущественная ценность, и критерии нуждаемости по доходам граждан. Поэтому граждане уже с 28 декабря начали подачу заявлений в фонд пенсионного и социального страхования Ульяновской области. 19 января 2023 года Ульяновской области исполнится 80 лет. Праздничные мероприятия в честь юбилея продлятся целую неделю, с 13 по 20 января во всех муниципальных районах. Праздновать начнут в Лутугинском районе ЛНР. Туда с гастролями отправится концертный ансамбль Ульяновского оркестра русских народных инструментов. 19 января, в день рождения области, главной площадкой будет Дворец Дружбы народов Губернаторский. Приглашенным гостем станет хор имени Митрофана Пятницкого. В концерте в главном примут участие хор Спаса Вознесенского собора, хор Солнечный вечер, ветер детской школы искусств номер 10. Наши участницы проекта «Голос», мы очень рады за наших девчонок, мы их приглашаем в эту программу. Будет много всего интересного. Будет впервые исполнена специально написанная к 80-летию Ульяновской области песня об Ульяновской области. Автор, главный дирижер Ульяновского государственного академического симфонического оркестра Эдуард Дедюра. Это будет такое премьерное исполнение. Я очень надеюсь, что весь зал подхватит эту песню. На заседании штаба по комплексному развитию региона также обсудили работу общественного транспорта. Алексей Русских подверг критике работу городских чиновников Ульяновска и Димитровграда. Ожидается, что весной в регион поступит 25 новых автобусов. Говорили о демографической ситуации. В 2022 году в области стали чаще жениться и реже разводиться. Позднее вступать в первый брак и рожать первого ребенка. Губернатор подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для того, чтобы снизить естественную убыль населения и повысить показатели рождаемости.